ну что ж, друзья, продолжаем знакомиться с техникой шведского производства. всем известный Cabe. слушайте, даже не заметил сначала, но это полотно полностью посвящено планировкам. не знаю, то ли они сильно очень похожи друг с другом, не, они все разные какие-то, чуть немножко отличаются где-то какими-то деталями. у них огромный модельный ряд прицепов, видите, вот это все планировки, их различные вариации, там где-то чуть больше, где-то чуть меньше кровать, и огромное количество, огромное количество планировок, честно говоря, не подозревал. ну, здесь, конечно же, представлены несколько, уже вы видели, наверное, на канале, если не видели, то смотрите, будет ссылка в конце этого ролика, на одноостный прицеп, а сегодня двухосный Cable Royale 630 TDL KS. цена начинается от 65 тысяч евро здесь, в Германии, в России, плюс еще 30 процентов, то есть уже 80 тысяч евро, а это уже, в принципе, стоимость ну, такого нормального дома на колесах самоходного на Fiat Ducato. ну, что ж, обойти мне здесь особо не получится, возле стенки стоит, но здесь будут стандартные лючки для погрузки вещей, лючок обслуживания туалета. вот, собственно, уже мы с вами заходим внутрь. вот интересный, видите, стол вот на такой ноге, вот нигде вы такое больше не увидите, а в Cable вот будет такая. как и в предыдущей модели с одной осью мы видели двухдивного мультимедиа, здесь подвешены шкафчики, большой круглый стол, здесь вот столовая прям в конкретном форме буквы P, так назовем, или U, как назвали бы англичане. плита, как дома, четырехкомфорочная, прям конкретно, как дома. здесь, судя по всему, будет какой-то гриль, здесь духовка, ну, а здесь, видимо, просто шкаф, чтобы сложить какие-то кухонные принадлежности. ну, что ж, пройдем через спальню, наверное, в санузел. очень своеобразный туалет, ну, такого совершенно другого типа, не как везде мы с вами встречаем. а тут, собственно, шкаф, конечно же, будет с отверстиями, который пропускает тепло, и тут все сушится хорошо и быстро. отопление альдо мы видим с вами расширительный бачок. ну, собственно, это вот фирменная отделка кейб для стен. умывальник, полочки для принадлежностей. тут тоже приличного размера шкаф, и такая вот полукруглая душевая с поддоном. все, все как надо, есть чем проверить. это помещение после водных процедур. держатель для душевой лейки. все так вот закрывается, надо помыться. и тут, кстати, тоже интересный шкафчик. ну, кстати, полотенце можно сложить стопку. ну, и тут вот эта вот, кстати, интересная штуковина, наверное, чтобы раздеться. разделся, повесил на крючке свою одежду и пошел мыться сразу. ну, что ж, тут у нас кровати раздельные, как я уже видел в прошлой модели, тоже такой вот очень интересный регулятор тепла. то есть можете индивидуально навалить себе тепла в этом месте. это форточка, чтобы дышать свежим воздухом. можно закрыть, открыть ее. есть колоночки, много шкафов для личных вещей. все они так красиво подсвечиваются. видно, в принципе, что вы достаете. здесь под кроватями, наверное, будут места для хранения. кухонный модуль мы с вами уже, в принципе, осмотрели. он тут будет, наверное, вот так открываться. да, надо повернуть крючок, и тогда все уже открывается. чтобы закрыть, закрыли обратно. холодильник, дорогой дометик, открывается во все стороны, как вы помните. вот такой шкаф с большим количеством полок. видите, можно убрать эти полки и повесить сюда большую одежду. внизу, полагаю, будет тоже ящик. там под сиденьями как раз уже находится вода, отопление альдо. в принципе, все, что касается оборудования, мы с вами увидели. кстати, наверху очень такой большой люк от фирмы, по-моему, дометик. вот он такие, по-моему, выпускает. ну, вот, собственно, друзья, швеция, отопление альдо, теплые полы, специальные ящики для сушки ваших лыж и сноубордов. прекрасная отделка, качественные материалы, уже проверенные временем стандартное качество этой шведского производителя. вот так вот, друзья, если интересно, как бы приобрести что-то подобное, в принципе, мы могли бы помочь при желании. и фирмы